Первые сообщения о вспышках коронавирусной болезни появились в Китае 31 декабря 2019 года, а первые клинические проявления отмечены ранее, 8 декабря 2019 года. Прошло уже достаточно времени, ученые всего мира без устали трудились все это время над созданием вакцин, но найти единственное на все 100% работающее лекарство от этой страшной болезни пока никому так и не удалось. Но к чему врачи пришли сейчас, это понимание необходимости вакцинации. В Брестском районе привито около 50 тысяч человек. В Бресте более 43 тысяч. Да, прошедшие эту процедуру люди тоже болеют, но у них действительно больше шансов выжить во время болезни, отметил главный врач города Геннадий Радченко. Привитые тоже болеют, но в разы меньше, чем не привитые. И по последней выборке, которую делала центральная поликлиника, среди госпитализированных в центральную городскую больницу, а там находилось более 600 человек, то 12 человек были привитые. Но из них никто не находился в реанимации и на ЭВЛ. Поэтому вакцинация в первую очередь направлена на то, чтобы не было серьезных осложнений и смертельных исходов. То есть человек может заболеть, но он перенесет инфекцию в более легкой форме. И еще есть такая особенность, что привитому тоже необходимо соблюдать масочный режим и все меры профилактики. Потому что если у него разовьется иммунитет, то он в любом случае тоже может быть инфицированным. Заболевание у него не развивается, но он может заразить других людей. В Бресте полным ходом идет прививочная кампания. Получить свою порцию защиты каждый желающий может в любой поликлинике или же в других пунктах вакцинации в городе, каких сегодня немало. Продолжают свою работу выездные бригады. Вакцинация проходит прямо на предприятиях, в фирмах и общественных учреждениях. Это особенно быстро и удобно. Клечико сегодня не мочить. Если поднимется температура, жаропонижающая клеточка не будет. И вторая прививочка через 21 день. Число привитых должно расти. Это важно для поднятия коллективного иммунитета. Но сейчас люди все еще делятся на несколько категорий. Тех, кто за вакцинацию, тех, кто против и тех, кто действительно сомневается. Сегодня у последних наиболее остро стоит вопрос мучительного выбора. Какую выбрать? Российскую вакцину «Спутник Ви» или китайскую? Или же ожидать поступления в нашу страну и других аналогов? Их эффективность примерно одинаковая. Есть небольшие отличия. На «Спутник Ви» регистрируются определенные реакции. Хотя эти реакции в пределах той инструкции. Там и написано в этой инструкции к препарату, что могут быть повышения температуры, слабость, недомогание. То есть легкие симптомы остро-респираторной инфекции. В китайской вакцины таких проявлений нет. Поэтому мы в большей мере китайскую вакцину рекомендуем для более ослабленных людей пожилого возраста, скажем. В домах-интернатах эту вакцину используем, в сельской местности. Инфекционные болезни всегда были спутниками нашей цивилизации. Пандемии, чумы и холеры приводили к огромным переменам жизни человеческого общества. Только разница в том, что не во все времена люди имели лекарства и доступ к нему. Что отличает от них нас, людей современности?